Добрый вечер, уважаемые коллеги. Та задача, которая сегодня передо мной поставлена организаторами данного форума, заключается в освещении вопроса клинического опыта применения таргетной терапии в Российской Федерации. Поэтому я коснусь вопросов эпидемиологии, результатов лечебных подходов Российской Федерации. Несколько слайдов у меня будет относительно опыта нашего региона. Разберем небольшое количество кейсов. И моя презентация завершится интерактивным голосованием. Поэтому я всех призываю очень активно поучаствовать в этом вопросе. Итак, при смертности от рака легкого и у мужчин, и у женщин отмечается снижение данного показателя. Однако существуют цифры, которые абсолютно не вселяют никакого позитива в нашу реальную клиническую практику, поскольку обусловлены тем, что мы в Российской Федерации имеем позднюю выявляемость и высокую летальность при раке легкого. Летальность в течение года после установления диагноза составляет 50%. Этот фактор приводит к тому, что мы должны иметь очень ответственные подходы в отношении формирования лечебной стратегии пациентам при метастатических вариантах немелкоклеточного рака легкого. И дифференцированный взгляд на проблему в этой ситуации невозможен без детализации и учета таргетных подгрупп. Когда я готовилась к этой презентации, я столкнулась с проблемой очень фрагментированного подхода к поиску информации. То есть фрагментированная информация, представленная в самых разных источниках и зарубежных, и отечественных относительно эпидемиологии и результатов лечения рака легкого. Поэтому уже в начале своей презентации я сразу скажу и озвучу тот вывод, к которому пришла. На мой взгляд, требуется в настоящий момент совершенствование системы отчетности и учета сведений о злокачественных новообразовании, в частности о раке легкого и лечении данного заболевания на уровне государства. Одной из первых работ, которая приблизила наше понимание в отношении частоты встречаемости из GFR-мутации, была работа, это многоцентровое и перспективное когортное исследование Пеклин-Ланг, в котором отслеживалась клиническая характеристика лечения больных раком легкого в Российской Федерации. В работе продемонстрирована частота мутации GFR в общей популяции, которая составила 10%, при аденокарциномах 19,2%. Также были описаны такие характерологические особенности, которые коррелировали с полом, возрастным статусом курения, гистологическим типом и были связаны с низким риском прогрессирования болезни. Далее идет публикация отдельных отечественных работ в отечественных и зарубежных изданиях, которые демонстрируют исследование частоты встречаемости самых разных мутаций, палитры самых разных мутаций, что, так скажем, проводилось и свидетельствовало о том, что эти работы как раз проводились на уровне отдельных лабораторий и отдельных учреждений нашей страны. Абсолютным успехом, на мой взгляд, в Российской Федерации является создание программы совершенствования молекулярно-генетической диагностики в Российской Федерации. Основной цель этой программы – это повышение эффективности противоопухолевого лечения при мелкоклеточном раке легкого. И обратите внимание, практически за 7-летний период было отправлено 36 826 образцов. Безусловно, тот биобанк, который в настоящий момент пополняется ежедневно, ежемесячно, еженедельно в рамках данного проекта, он может иметь очень хороший плацдарм, представляет собой очень хороший плацдарм для дальнейших фундаментальных работ и позволяет делать срезы за определенные промежутки времени о частоте и динамике активирующих мутаций. Еще одна работа, которая демонстрирует частоту встречаемости аденокарцинома в российской популяции, надо сказать, что это очень большая выборка здесь была представлена, 10 600 пациентов, было продемонстрировано, что частота встречаемости мутации GFR среди аденокарцинома составляет 20%, 4% среди плоскоклеточных раков и 6,7% среди крупноклеточных раков. Также в этой работе было продемонстрировано то, что появление GFR-мутации увеличивается с возрастом, и это увеличение частоты обусловлено именно точковыми заменами в 21-м экзоне у некурящих пациентов. Гордость 2019 года, гордость за отечественную онкологию – это результаты ретроспективного кокортного исследования, которое включали 149 пациентов, и, соответственно, публикация в журнале JGO в 2019 году. Целью данной работы явилась оценка эффективности кризотениба или химиотерапии у алкопозитивных пациентов с метастатическим немилкоклеточным раком лёгкого в реальной российской клинической практике. В качестве первичных конечных точек была выбрана общая выживаемость как в группе кризотениба, так и в группе химиотерапии. В качестве вторичной конечной точки частоты объективных ответов в группе кризотениба. И обратите, пожалуйста, внимание, медиана общей выживаемости в группе тех пациентов, которые получали кризотениб, составляла 31 месяц, тогда как медиана общей выживаемости в группе пациентов с химиотерапией составила всего лишь 15 месяцев. Обращаю также ваше внимание на то, что в данном исследовании было показано, что медиана общей выживаемости в группах не зависела от того, в какой линии применяется кризотениб. Первая или вторая линия. Во всяком случае, статистической достоверности здесь не было получено. Кроме того, в данной работе представлено достаточно подробно и очень четко сделаны акценты отечественными авторитетными экспертами на том, что в качестве частоты объективных ответов все-таки больший процент падал на стабилизацию болезни и фиксировался у 47% пациентов. Далее частичные ответы и небольшой процент, это 3% полных ответов. Таким образом, резюмируя результаты данного исследования, можно сказать, что медиана общей выживаемости в группе тех пациентов, которые получали кризотениб как в первой, так и во второй линии, была более 30 месяцев. Продолжительность жизни больных с алкопозитивным раком легкого, которые получали химиотерапию, в два раза короче, нежели тех пациентов, которые принимали кризотениб как в первой, так и во второй линии. И, собственно говоря, необходимо отметить то, что результаты эффективности кризотениба в реальной российской клинической практике согласуются с международными данными. Здесь представлен опыт нашего региона. И обратите внимание, среди 487 образцов, которые были подвергнуты молекулярно-генетическому тестированию как в рамках программы «Канцер-геном», так и в рамках ОМС на базах других учреждений нашей страны, при самостоятельном обращении граждан, обращает внимание относительно высокий процент выявление АЛК-транслокации, который равен 11,5%. Инсерция в 20-м экзоне у нас встретилась у одной пациентки, молодой 30-летней женщины. Кстати, эта ситуация сопровождалась крайне неблагоприятным клиническим прогнозом и течением заболевания. Два пациента пожилого возраста, мужчины с РОС-1 мутации, и 18,9% тех пациентов, которые имели мутацию в генеопидермального фактора роста. И обратите, пожалуйста, внимание, достаточно обширная группа, которая выделена зеленым цветом, 69%. Но я позволила себе свои размышления вынести на этот слайд и отметила, что это те пациенты, у которых отсутствовали вышеуказанные мутации, однако этот факт никоим образом не исключает наличие у них неисследованных редких мутаций, поэтому крайне интересно будет понаблюдать за этой группой. Также я постаралась включить в данный слайд и сравнить те клинические характеристики у больных, у которых была выявлена транслокация в генеалке в нашем регионе с теми данными, которые были получены в результате ретроспективно-проспективного исследования, опубликованного в 2019 году. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Тульском регионе средний возраст больных, которые имеют транслокацию в генеалке, составляет 58,4 десятых года, тогда как в группе Российской Федерации пациентов с алк-транслокацией 53 года. У нас также в популяции преобладали пациенты мужского пола, 60% мужчин и 40% женщин, и такое же соотношение, наоборот, встречалось в общероссийской популяции. Кроме того, обращает на себя внимание факт более высокой частоты встречаемости тех пациентов, которые курили когда-либо, либо курят в настоящий момент, это 28% против 17% общероссийской популяции. И сейчас я хочу сконцентрировать ваше внимание на предоставлении нескольких клинических случаев. Это самые разнообразные случаи. Они, может быть, частично выбиваются из того привычного шаблона, который, так скажем, к которому мы привыкли. Ну, а в первом клиническом случае я хочу продемонстрировать то, что у пациентов старческого возраста с наличием ИЛК-транслокации при метастатической форме макоклеточного рака легкого, с высоким индексом коморбидности по сердечно-сосудистой патологии, применение алконгибиторов, в частности кризотенибы, также может сопровождаться хорошим эффектом. И женщина 79 лет обратилась в нашу клинику в состоянии КОК-2 с выраженными легочными симптомами, с выраженным отягощенным сердечно-сосудистым анамнезом. Пациентке было назначено два цикла химиотерапии гемцетамбином в монорежиме. Естественно, мы отметили после, когда проводилась оценка эффективности лечения прогрессирования процесса, оно выражалось появлением метастатического поражения печени, нарастания поливрита. И, безусловно, во второй линии у нас появилась возможность назначить кризотениб. Пациентка получает с декабря 2018 года по настоящее время, имеет клиническое, явное клиническое улучшение, по РКТ положительная динамика, регресс отчагов в настоящий момент составляет 35%, уменьшилось количество размеров количества и размеров лимфатических узлов средостения. Другой клинический случай, который подтверждает, наверное, общую концепцию того, что ограниченное количество сайтов метастатического поражения все-таки сопряжено с более позитивным результатом применения таргетной терапии. Это более молодая пациентка, на тот момент ей было 56 лет, ЭКОК-1, аденокарциномы левого легкого Т2Н0М1, у пациентки была выполнена атипическая резекция язычкового сегмента и ряд экстазионных биопсий. Мы провели ей в лечебном плане 4 курса химиотерапии по клетоксилоскарбоплотинам. У пациентки стабилизация состояния на протяжении двух лет, и в июле 2015 года множественное метастатическое поражение костей скелета черепа с симптомами невыраженными, это болевой симптом первой степени. Первое, что мы сделали, исключили метастатическое поражение других локализаций, в частности, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, была выявлена транслокация АУК, и пациентке назначен кризотениб. В настоящий момент пациентка очень успешно принимает данный препарат, длительность стабилизации 47 месяцев, пациентка очень активно, мотивирована на дальнейшее лечение, и в настоящий момент мы имеем клиническое улучшение и положительную КТ-динамику. Еще один очень интересный случай, который также демонстрирует то, что те пациенты, которые имеют активирующие мутации и получают таргетную терапию, способны доживать до раков злокачественных новообразований, вторых локализаций. И достаточно интересный случай, 60-летняя пациентка, у которой в ноябре 2017 года выявлено аденокарциномы левого легкого, ТХН2М1, обширное метастатическое поражение внутригрудных лимфатических узлов, подмышечных лимфоузлов, костей, плевры, манифестация заболевания плевритом. В плевральном пунктате обнаружены клетки аденокарциномы, проведено иммуноцитохимическое исследование, подтвержден метастатический характер аденокарциномы легкого, выявлена делиция в 19-м экзоне. Пациентке назначено фотиниб, стандартной дозировки 40 мг. Пациентка буквально на первой неделе лечения имела очень выраженный клинически позитивный эффект, но, к сожалению, признаки очень стойкой навязчивой токсичности, кожной токсичности четвертой степени и нежелание пациентки пойти на редукцию дозы заставили нас изменить лечение на гифетиниб. Клиническое улучшение продолжило реализовываться. По КТ мы увидели положительную динамику. В рамках стабилизации через два месяца пациент на протяжении года получал таргетную терапию гифетинибом, но в январе 2019 года при очередном контрольном КТ был выявлен очаг в поджелудочной железе и, вероятнее всего, можно было этот очаг расценить как новый метастатический очаг, как элемент прогрессирования ее основного заболевания. Мы продолжили наблюдение за этим очагом, провели позитронно-эмиссионную томографию и были также выявлены метастатические узлы в забрюшинной зоне. Было принято решение о проведении корбиопсии образования головки поджелудочной железы. Верифицирована морфологически дуктальная карцинома G1. Таким образом, мы имели у пациентки второй диагноз. Это рак поджелудочной железы Т2НХМ1. И в настоящий момент пациентка продолжает прием гифетиниба. Ей назначен гемцетабин в сочетании с оксалиплатином. Химиотерапия, которую пациентка успешно переносит на протяжении уже трех месяцев. У нас проведена промежуточная оценка эффективности лечения. Мы имеем стабилизацию по двум локализациям, по основным очагам. Еще один крайне нетипичный случай, который, с одной стороны, не исключает наличие у пациентки мутации, но, с другой стороны, когда мы попытались провести молекулярно-генетическое тестирование на анцитологическом материале, к сожалению, отсутствие достаточного количества ДНК не позволило нам получить какой-либо ответ. Это пациентка пожилого возраста, на тот момент это 73-летняя пожилая женщина, никогда не курившая, со статусом ЭКОГ-2, имела плоскоклеточную карциному правого легкого Т2Н2М1, метастатическое поражение внутригрудных лимфатических узлов, костей, плевры. Симптомное течение заболевания отмечалось у данной пациентки, естественно, сопутствующей патологии в силу ее возраста. В анамнезе у пациентки была серозная цистоданокарцинома яичников Т1НХМ0 и комплексное лечение пациентка закончила в далеком 2001 году. Было принято решение на первом этапе назначить химиотерапию по клетоксилоскарбоплотинам. Увы, при отсутствии клинических отрицательных симптомов мы зафиксировали прогрессирование по данным КТ в виде появления метастатического поражения печени, назначена монотерапия гемцитабином, которая, увы, также не принесла никакого клинического эффекта и улучшения. И в качестве терапии отчаяния пациентке назначается эрлотиниб. Буквально в течение месяца мы видим явное улучшение клинического состояния больной, регресс таргетных очагов 20%, и эта стабилизация фиксирована сейчас на протяжении всего периода наблюдения. Пациентка имеет удовлетворительную переносимость, в настоящий момент и КОК-1. Таким образом, длительность ответа на ингибитор-зеразенкиназных рецепторов первого поколения составляет 25 месяцев. Коллеги, безусловно, когда мы анализируем вот эти пазлы, нам очень хочется клинические пазлы, нам очень хочется их сложить в какую-то единую системную красивую картину. Увы, пока это не очень получается в рамках, наверное, системных отчетов по всей стране, поэтому я считаю, что требуется совершенствование систем отчетности и учета сведений о злокачественных новообразовании и лечении злокачественных образований на уровне нашего государства. Безусловно, я считаю актуальным организацию тестирования в лечебно-профилактических учреждениях в рамках УМС. Обеспечение всех нуждающихся пациентов таргетными препаратами этот критерий даже не обсуждается. На мой взгляд, также важна консолидация медицинских и научных сообществ с практикующими врачами и представителями государственной власти. И еще немаловажный момент, вероятно, с которого надо было начать. Национальная система обмена данных и анализа биообразов больных – также очень важный критерий, который позволит нам в некоторых ситуациях учитывать тех пациентов, которые показали исключительный ответ на лечение. Ну и, безусловно, это совершенствование систем детекции молекулярно-генетических нарушений. И сейчас мы с вами перейдем к голосованию. У меня подготовлены три вопроса. Можно запустить? Давайте быстро проголосуем, потому что мы уже немножко выбились из регламента. Уважаемые коллеги, при назначении лечения в рутинной практике пациентам с ЭДЖФР, мутированным и мелкоклеточным раком легкого, в первой линии чем вы руководствуетесь? Наличием препарата в ЛПУ, типом мутации, локализацией метастазов, ожидаемой эффективностью, либо для вас выбор препарата не имеет никакого значения? Увы, я подсознательно ожидала, наверное, такой ответ. Но очень хотелось верить в то, что, наверное, либо локализация метастазов, либо тип мутации, либо все-таки ожидаемая эффективность будут каким-то образом превалировать над наличием препарата в ЛПУ. Как вы считаете? Все-таки 50 на 50, 40 и 40. А, даже 30 на 50. Вот это уже более активистично. Тип мутации, видите, это Алексей Владимирович проголосовал, наверное. Сразу тип мутации победил. Ура! Второй вопрос. При условии наличия всех зарегистрированных в Российской Федерации алконгибиторов, это гризодиниб, серетиниб и алектиниб, и одинакового доступа, ключевая фраза, одинакового доступа к ним в первой линии распространенного немелкоклеточного рака легкого, с алк транслокации, что вы предпочтете назначить? Выбор препарата для вас не будет иметь никакого значения, гризодиниб, серетиниб, либо алектиниб. Может быть, у нас в зале голосует один человек, нет? Как вы прокомментируете, Сергей Владимирович? Алексей Владимирович? Алектинид на сегодняшний день действительно дает самые лучшие цифры по выживаемости без прогрессии почти три года. Поэтому, конечно, это очень, так сказать, хороший показатель. Но я бы еще обратил внимание на фармакоэкономику. Циретиниб хоть он и 14%, но на сегодняшний день он экономически самый выгодный препарат для ЛПУ, на всяком случае. Не знаю, как для ОМС и КСГ. Ну, просто алектиниб пока нет ни в УМС, ни в КСГ, а циретиниб, конечно, и хуже всех переносится. А вот если даже посчитать, ну, там, бригатиниб, скажем, второй линии терапии, 19 месяцев, аж 16 месяцев – самые лучшие показатели. Ну, кризетиниб 9 плюс 16 на бригатинибе – это будет 25, а алектиниб все равно 34, почти 35. Поэтому, конечно, на самом деле, вот если, вот, сформулировав так вопрос, на мой взгляд, альтернативы на сегодняшний момент нет. Большое спасибо. Переходим к завершающему вопросу. Какой критерий вы считаете ключевым при назначении таргетной терапии при распространенном не лакоплечном раке легкого с активирующими мутациями? Это общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования, частота объективных ответов, скорость наступления лечебного эффекта. Каждый голос очень важен, поэтому голосуйте. И вас тоже, ваш тоже голос важен. Я независимый судья. Ну, на самом деле, меня смущает, что очень маленькие цифры выжимаются без прогрессии, на сегодняшний день все-таки это очень важный показатель для, хотя, как говорится, стандартный для всей онкологии, конечно, общая выживаемость на первом месте, но именно вот в той ситуации, которую мы находимся, мне кажется, выжимаются без прогрессии, на сегодняшний день это самый важный показатель. Я бы с вами согласился, в ситуации, когда у нас один препарат есть, и мы его там оцениваем, ну, два, а вот когда у нас есть возможность выстроить уже три линии терапии, то вот эта последовательность, которая в итоге реализуется в общей выживаемости, вот она уже сейчас начинает превалировать на это время до прогрессирования. Мне так кажется. Не будем долго дискутировать, я соглашусь, потому что самое сложное, когда у нас есть несколько равнозначных препаратов, как их построить один за другим. И тут уж иногда даже, так сказать, какое-то искусство врача, интуиция может помочь именно в выборе последовательности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...